Как вы считаете, человек рождается с талантом или он его развивает себе на протяжении всей жизни? Гена очень большую роль играет. Какой отец, какая мать. А еще зависит окружающая среда, как будешь воспитывать. Просто это нужно вовремя увидеть и это к этому привести, к этому вести в какую-то секцию студия. Больше надо внимания обращать на детей. Больше быть с ними, общаться с ними, разговаривать. Как вы можете понять, талантливым или неталантливым, если вы с ними общаетесь? На первом этапе в этом может помочь учитель начальных классов. Именно в первом классе уже видно, в каком направлении двигается ребенок и какие у него способности более развитые. Кто-то читает, кто-то лучше рисует, кто-то лучше поет. Это сразу видно. Я думаю, что с ребенком надо как бы больше общаться, разговаривать, играть. И он расстроится. Ребенком нужно заниматься ежесекундно, ежеминутно, а не какой-то разовый процесс. Когда родители занимаются ребенком, вот с крошечки, тогда весь этот талант, он и выливается. Талант большой. А были такие случаи в вашей жизни, когда талант у людей раскрывался не в детстве, а в зрелом возрасте? Я не знаю, конечно. Может быть. У меня, допустим, брат очень хорошо начал вырезать после 30 лет по дереву. Очень замечательно вырезал. У меня очень много вырезанных фигурок, картины вырезанные, очень красивые. После 30 лет начал. В детстве не все имеют возможности, не все родители имеют возможности ребенка развивать разносторонне и раскрывать его талант. А уже в будущем, сталкиваясь с той или иной сферой, человек понимает, что ему это интересно, и у него к этому прямо предрасположенность.